Ну, если что, вызывайте меня. Борщов я. Леонид Куравлёв – один из самых популярных актёров нашего кинематографа. Вы мне нравитесь, да? Я такой идеал давно искал. Благодаря картине «Шукшина» этого парня узнала и полюбила вся страна. Она прогремела, она стала классикой по сей день. Это моя самая любимая картина. А для зрителей все картины Куравлёва любимые. Иван Васильевич меняет профессию. Приключения Робинзона. Ищите женщину. А золотой телёнок Шура Балаганов. У нас было 69 детей лейтенанта Шмидта. Мы всю страну поделили на участке. По-честному. Ви, хамабрут. Эйдба! Так что на мою долю досталось много. Работаешь, работаешь. А как практикантов, так нету. Но больше всего зрители полюбили актёра в роли Афони. Картина о будниках сантехника Борщова и сегодня никого не оставляет равнодушным. Он был очевидный кандидат. Леонид Вячеславович согласился съездить с нами в Ярославль, где проходили съёмки знаменитой комедии. Он увидел памятник самому себе. Страна знает своих героев. Я гораздо скромнее памятных знаков. Посетил знаменитую местную пивную. Самое лучшее в городе Ярославль. Полкапли для запаха. И рассказал о том, что сейчас происходит у него в жизни. Предложений много в сериалах. Стыдно мне сниматься. Стыдно мне сниматься. Алло, Семя Петровна, можно? А где она? Леопольд. Замуж вышла. Давно? Здравствуйте. Давно не виделись. Да, мы с вами снимались, да? Да, помню. Вот такое заколдованное место, куда меня водят и снимают. Мы очень рады вас видеть. Спасибо. Место действительно заколдованное. Стоит Леониду Куравлёву даже инкогнито приехать в Ярославль, как все жители об этом узнают. И дружно выражают свой восторг. Чё такие руки-то мокрые? Так я вышел. Перенервится. Давайте с нами, если так раз перевернусь. Ярославцы гордятся, что фильм о фоне снимался на их родных улицах. Я вообще Ярославль люблю. И людей Ярославля. Будьте счастливы. А я на живочем даже в кадре есть в фильме о фоне. С сумочкой думаешь, что с девушкой, да? Там, да вы кричите, ты что, верблюд? Трофимыч! Ведух где? Обеды. А ты что ж никогда не обедаешь? Верблюд, что ли? Вы знаете, к этому моменту, к выходу фильма «Афоня» на экран, я уже пережил несколько успехов. Вышла картина «Самая моя любимая. Живет такой парень Шукшина». Ты что, герой, что ли? А вы радио ничего не слышали? Чего слышали? Должны же были по радио передавать. У нас наушники не работают. А что? У меня же на Луну запускали. А «Золотой теленок» Шура Балаганов тоже пережил. Узнаешь, узнаешь, брат, актуалью! Узнаешь? Узнаешь, брат, актуалью! Ви, хамабрут. Так что на мою долю досталось много. Это счастье огромное для любого актера. Как жизнь молодая? Хорошо. Молодец? Как держать? У Леонида Куравлёва богатая фильмография. Почти 200 ролей. Но ни Жоржем Милославским, ни Хамой Брутом, ни Робинзоном его на улице не называют. А вот Афоней запросто. Временами это выводит актёра из себя. Что ты всё снимаешь? Это всё никому не нужно. У него много других ярких ролей. Своего Афоню он не считает чем-то выдающимся. Но как откажешь зрителю в любви к этому персонажу? Приходится терпеть. Когда вышла картина, мне в спину только и кричали, Афоня, дай рубль. И после того, как деньги совсем другими стали, и иногда редко-редко сейчас, Афоня, дай рубль. Мне, Афоня, рубль должен был. Мне это раздражает, конечно. Я говорю, ну, пойди сюда. Что ты сейчас с этим рублём можешь сделать? Когда батон уже стоит 30 рублей и дороже. Что ты можешь сделать? 81 копейка. Издай этих с меня. Не дают покоя фанаты и сценаристу Афоне Александру Бородянскому. А он искренне не понимает, чем так рассмешил зрителей. Во-первых, меня достали этой фразой Афоня, гони рубль. Я всем говорю, что здесь смешного? Ну, люди всю жизнь говорят, гони рубль, ты мне рубль делал, или 100 рублей. Ну, Афоня, не люблю я таких людей. Ха-не, ха-ха-ха-ха. Во-первых, потому что режиссёр замечательный, актёры замечательные эти фразы ещё играли. Понимаете, бывают в кино такие смешные фразы, что и никто не смеётся. В фильме Афоня наоборот. Вроде бы ничего особенного во фразе. А народ ухахатывается. Чего стоят? Дать себе-то убежать можно. А вот от милиции не убежишь. Или... А это... Чувствуете себя как дома? Да не забывайте, что в гостях. Фильм буквально растащили на цитаты. Такого в нашем кино не было. Главный герой, сантехник, алкоголик, тунеядец, хулиган. После лётчиков, партизан и героев-стахановцев это смотрелось странно. Беду вам! Ай, засекло. Чего? А ну и работать! Что он и победить не имеет права? Да! Но ещё более странным оказалось то, что советский зритель принял Афоню на ура и полюбил героя. Во все времена кассу делали или приключенческие фильмы, или любовные мелодрамы. А тут серые будни, гаечные ключи и пиво. Ключ! Да быстрее же! Ну ключ, ключ ему дайте. На первый взгляд бытовуха. А вот уже 40 лет, как фильм Афоня, бьёт рейтинги на всех телеканалах. Ты где работаешь-то, Архимед? Да в Планетарии. 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 А если бы я у тебя там микроскопы стал крутить, что было бы? Катастрофа. То-то же. Я бы не побоялся сказать, что сценарий был архи-хорошим. Он очень гармоничный, очень точный, очень... с чередой очень хороших сцен. Георгий Данелия никогда не снимал кино про совершенных людей или героев. Поэтому, когда в 1974 году он узнал, что в Госкино лежит сценарий про будни сантехника, сразу заинтересовался. Второй месяц на складе прокладок нету. Ну, что же делать? Думай. А то ты астроном, чтоб думать. Я писал весёлое кино про весёлого человека, который прожил жизнь и вдруг понял, что он в пустую его прожил, провеселился. Вот так вот, Катёша. Всё производство, общественные нагрузки, самообразование. Никакой личной жизни. Про Борщова слесаря сантехника ЖЭКа номер 2. Киноповесть. Если не считать снимков 3 на 4 для паспорта, комсомольского и военных билетов, за всю свою жизнь Борщов фотографировался всего 6 раз. О, гляди. Я, я, вторую неделю вешу. В фильме много отличий от повести Александра Бородянского. Данелия, дорабатывая сценарий вместе с ним, смело менял детали сюжета. И в первую очередь поменял финал. Иначе получилась бы не комедия, а трагедия. Но об этом позже. Зрители морально неустойчивого Афоню, как ни странно, полюбили. Казалось бы, отрицательный персонаж. Но прохиндей и пьяница не вызвал осуждения или неприязни. А совсем наоборот. В чём тут дело? Попробуем разобраться. Данелия не может найти главного героя. Гудел весь Мосфильм. В 1974 году не нашлось бы ни одного актёра, кто не мечтал бы сниматься у режиссёра таких картин, как «Я шагаю по Москве» и «33». Вот только сам Данелия искал какого-то особенного исполнителя Афони. Есть блестящие актёры, но в соседстве с моими героями они будут, может быть, тяжеловесно выглядеть. Может быть, чересчур правдиво. Дело в том, что я почти всё время снимаю неправо. На роль Афони пробовались десятки актёров. Николай Караченцев, Виктор Проскурин, Борис Щербаков, Георгий Бурков, Владимир Меньшов, Владимир Носик, польский актёр Даниэль Альбрыхский и даже Владимир Высоцкий. Ну, какой Высоцкий Афоня. Он мужественный. Он Дон Гуан, что и сыграл у Пушкина, у швейцера. Ну, а Альбрыхский, поляк, душа-то польская, сухая, извините за выражение. Не старался я обидеть Альбрыхского. Должен вот быть такой, извините за нескромность, как Лёня Куравлёв. Как я. Рассказ зовут. Людмила. А я Руслан. Он был очевидный кандидат, как бы. Поэтому и не очень хотелось его снимать. Данэль Игорев, ну, надо всегда искать интереснее бы нового лица, нового актёра. Как лучше, так? Или так? Лёня звезда уже был. Он же всегда живёт такой парень, Мичман, Панин там. Ну, он действительно звезда. Здравствуйте. Прекрасная погода, не правда ли? А здесь уже и сантехник. И если играет звезда, то это несколько кино становится такое, ну, искусственное уже. Да какая слава у мастера? Что он, космонавт? Или хоккеист? У мастера забот полон рот. И один аквас. Я встретил в коридоре директора картины Яблочкина. Мы встретились, поздоровались, и он мне говорит следующее. Ай, Лёня, жалко, что вот есть хорошая роль, а всё-таки не для тебя. Людмила Ивановна, а мне? Я удивился этому обстоятельству. Говорю, Саш, ну, не будет этой роли, и что такого? Я много сейчас снимаю с лёгкой руки Василия Макаровича, Шукшина. Поэтому это не имеет никакого значения. И всё-таки, он говорит, жаль. А то бы, было бы неплохо. Сейчас бы тренером был, по заграницам разъезжал бы. Да я говорю, а что мешает попробоваться? Он говорит, знаешь, несколько постарел, возраст набрал, вернее. Вот, несколько, так сказать, возмужал. А нужен молодой. Я говорю, вот и ищите молодого. Да ты на себя в зеркало-то посмотри! 40 лет! Да тебе больше 26 в жизни не дашь! В киноповести сантехнику Борщову действительно было не больше 25 лет. Но поиски молодых актёров успехом не увенчались. И Куравлёва всё-таки пригласили на кинопробы Афони. Ради него Данелия сделал Афанасия Борщова постарше. Мол, так будет даже драматичней. Так, 38-летний Леонид Куравлёв был утверждён на главную роль. Здравствуйте! У нас кран ревёт, как тигр. Вот Афоня, в нём должна была быть беззащитность. Она есть у Лёни. Несмотря на то, что он может быть там группой, кого-то послать, он всё равно. Это от беззащитности. Ну, если что, вызывайте меня. Борщов я. А.Н. Борщов А.Н. Вы так босиком и пойдёте? Саму Нину Маслову на роль женщины мечты Афони из 38-й квартиры утвердили сразу. Хотя режиссёры отговаривали. Дело в том, что я снималась в Германии в это время, играла главную роль в совместном фильме. Я узнала, что до Анеллии все говорили, по тем временам, даже по сегодняшним временам, и то это Марокко была бы. Говорит, да зачем тебе Маслова? Как? Мы что, её будем вызывать из Германии? Тогда! А знаете, кто вы? Кто? Крокодил Гена. Такой же красивый. А-а-а. Такой же добрый. Он сказал, нет, будет Маслова. За что? Я ему так благодарна. А сей момент. Потому что по отношению ко мне никто в жизни вообще ни в каких там ситуациях вот так не поступал. Простите, как ваше имя отчество? Морфа Васильевна я. А, ну да, Марфа. Актриса понравилась Данелии ещё в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». А если она мне понравилась, значит, понравится и Афоне, решил режиссёр. Всякая женщина украшает любой фильм. Ну, особенно такая красавица, как Маслова. Дурак Афоня влюбился. Мимо же. Мимо. Мы часто влюбляемся, мужики. Влюбляемся мимо. И мечтаем, и это показано в Афоне. Замечтался. Кудак. Кюшка-танка. Сегодня Нина Маслова пришла в архив Мосфильма, чтобы посмотреть фотопробы к фильму. В альбомах мы обнаружили десятки фотографий, даже на эпизодические роли. Ага, не знаю, там Кую не знаю. О, это на Симонову. Ну, это вот почему-то по возрасту какая-то очень взрослая. И ещё. 19-летняя Татьяна Тетерина в своё время тоже пробовалась на роль Кати Снегирёвой. Прошу уволить собственному желанию. В итоге Татьяна сыграла в фильме «Афоня». Но не Катю, а телефонистку на почте. А вы что, работать у нас будете? Наверное. Не наверное, а точно. Меня проводили в его кабинет. И вот как сейчас я вижу сидящего за столом Георгия Николаевича, я вхожу и стою, как лист перед травой. Перед ним. Он окинул меня взглядом с ног до головы и сказал, я вас беру. Да. Я вас беру на роль телефонистки на почте. Вот так произошёл мой кастинг. Мне кажется, что уже к этому времени решён был вопрос с Женей Симоновой. Поэтому мне упали другие крошки со стола. Вот. Значит, это была вот телефонистка на почте. Ты бы улыбнулась бы хоть, Лещева. Ты знаешь, не какие зубы. Она ж гвоздь перегрызает. Я, Леонид Вячеславович. Как приятно вас видеть. Танечка, здравствуй. Танечка, да, вам приветствую. Садись. Сегодня Татьяна Тетерина и Леонид Куравлёв встретились после съёмок в Афоне впервые. Поэтому им есть о чём поговорить. А ты знаешь, я сейчас не снимаюсь уже шесть с половиной лет. Знаете почему? Нет. Предложений много в сериалах. Стыдно мне сниматься. У меня ведь счастливая очень судьба в кино. И портить свою судьбу сейчас в конце жизни, будем прямо говорить, нехорошо. В итоге на роль Кати Данелли утвердил юную Евгению Симонову. Сегодня актрису не любят, когда её ассоциируют только с этой героиней. Мол, прошло много лет, я сыграла немало серьёзных ролей, а меня всё считают девочкой Кати, говорит актриса. Уговорить её на интервью было непросто, но у нас получилось. Мне просто в телефонную трубку голос сказал, Георгий Николаевич Данелли приступает к съёмкам нового фильма, Афоня, и он приглашает вас на беседу и на возможные кинопробы. У меня отнялись руки-ноги, и я долго не могла прийти в себя. Потом всё-таки я пришла в себя и сообщила об этом маме, папе и всем, кому только можно было, и стала готовиться. Если Афоне пришлось слегка состарить под Куравлёва, то героиню Евгении Симоновой Данелли с самого начала видел юный и прекрасный. Хотя в повести Бородянского Катя была довольно опытной женщиной. Её сделали помоложе и посимпатичнее. В этом возникла проблема, потому что Георгий Николаевич говорит, а чего она тогда его любит? Я говорю, ну у меня-то она была постарше, было понятно, а вы хотите, чтобы она молоденькая была, давайте и придумывайте, почему она его любит. Вот и придумали, что она помнит, что он, Афоня, играл в волейбол с её братом когда-то в молодости. Откуда ты меня знаешь? Да вы же с моим братом в волейбол играли. Петя Снегирёва, помните? Это такой чёрный, с носом. Нет, он Шатен, он ещё у вас в запасе играл. Не помню. Я из запаса никого не помню. В Ярославле все места напоминают съёмки Афони. Вот у этого подъезда Афанасий встречался с Катей. Поправлюсь, позвоню. Ностальгическое место. Вот здесь мне невольно Женя Симонова, Катя встретила меня и назначила тем самым свиданием. Томима жажды меня увидеть. Вот здесь. Мне сказали, что кто-то звонил. И я подумала, что это вы. Я? Не, я не звонил. Я же на картошку ездил. Только что вернулся. А я подумала, что это вы. Не, не. У меня был первый съёмочный день в Ярославле. А я очень поправилась. Я поправилась. Килограмма на 4, на 5, наверное. Ну, кто видел Афоню, тот... Причём я ещё в этот момент начала худеть отчаянно, пытаясь как-то прийти в форму. Вот. И на съёмочной площадке я такая толстая, значит. И Георгий Николаевич мне что-то говорит. Я пытаюсь сделать. У меня, по-моему, не очень получалось. И, конечно, его терпение невероятное. И вера в меня какая-то ни на чём не обоснованная. И мой партнёр, гениальный Куравлёв... Я житра. Тр. Крумчин. Тр. Алло. Крокодил Гена у телефона. Вот и созвонились. Как любой другой популярный фильм, Афоня оброс байками. Чего только не писали. Мол, Куравлёв не хотел сниматься с Симоновой. А это ложь. Никому не нужная. Сниматься с Симоновой – это была большая радость. У нас была постельная сцена. Ну, естественно, в рамках соцреализма. Лёня лежал в брюках. Он даже оказался брюки снимать. Я в такой плотной маечке. А я лежала в такой ночной рубашке. С такого пуля непробиваемого шёлка такого отечественного. Плотная, плотная. По сравнению с современными постельными сценами, эти кадры могут только умилить. И в этом был продуманный замысел режиссёра. Ему важно было показать не голые части тела, а близость – как наивысшее проявление любви со стороны Кати. Любви чистой и наивной. Афанась, у вас морщинка. Старее. Нет. Это потому, что вы весёлый. Симонову Катя в этой картине – луч света в тёмном царстве. А тёмное царство – это я, Афоня. Кать. А, Кать? Ты как сегодня работаешь-то? Во вторую смену. Так я тебе позвоню. Ладно, кореглазая? Ага. Пиво употребляйте? Если жарко. Никаких жарко. Чтоб на работе у меня ни-ни. Одну большую, две маленьких. В чём же ещё секрет успеха Афони? В «Правде жизни», уверен Леонид Куравлёв. Ведь вся сцена в картине до боли знакома каждому жителю нашей страны. Известно, что автор сценария Александр Бородянский многие сцены подсмотрел в жизни. Иван, знакомься, это и есть тот самый Борщов А.Н. А, крокодил Гена, очень приятно. Орлов Борщов. Посмотри, какую раковину он нам принёс. Ну, я писал, например, фразу, когда она говорит, не знаю, когда он, Борщов, у Масловой, героини Масловой, там, где он пишет, говорит, что со временем можно заменить. Она говорит, не знаю, вас как и благодарить. А он говорит... Отсутствие жалоб со стороны населения – лучшая награда за наш труд. Это у меня не... я не придумал фразы. Они жили в этом, в ЖЭКе, где я работал везде. Они сами по себе существовали. Нередко актёры перед съёмками специально погружаются в среду, которая описана в сценарии. Если предстоит играть хирурга, часами стоят в операционной. Если учителя, сидят на уроках в школе. Леониду Куравлёву не пришлось погружаться. Семён! Включи на секундочку, мне на девятый надо! Создавать себя алкоголиком, шалопаем. Вы знаете, нет, это моя профессия. Мы же лицедеи. И мне было очень легко играть вот этого Афоню. Потому что, кстати, я из очень простых корней. Вот. Я москвич, но на окраине жил у тётки. Меня она воспитывала, потому что мама была посажена по 58-й статье. Тётка тоже родная сестра мамы. Короче говоря, вот там такой хулиганский район под Измайловым, рядом с Измайловым. Я всё это видел, вот таких вот, как Афоня. Вот. Можно так сказать, вполне возможно. Мне очень легко было сниматься в этой роли. Мы шли в компанию. Она и сказала, слабо Вальдемару нырнуть. Ну, я нырнул. А почему ты? Вот вечно тебе борщов больше всех надо. Пусть бы Вальдемар и нырял. Да она меня Вальдемаром называла. Их вот оно что. Заходите. А это вот, как бы, квартира Афоня. Бедненькая и довольная, как и сам Афоня. Вот так. Леонид Куравлёв показывает нам свой номер в одной из гостиниц Ярославля. Это знаменитый киноотель города, где каждый номер выполнен в стилистике того или иного фильма. Актёра поселили в номер Афоня. Интерьером он напоминает жилище одноимённого киногероя. А вот так выглядела квартира Афони в кино. Афанасьев, а ты не знаешь, что там он про глядерацию и что? Кто он? Я живу, как в пещере. Слава картины Данелия не померкла до сих пор. Неудивительно, что фильм вошёл в сотню лучших отечественных кинофильмов. Любовь зрительская, она действительно обрушилась. Я стала получать такое количество писем, и меня стали узнавать на улице. Привет, кареглазы! Правда, первыми моими такими зрителями были школьники начальных классов. У них самый такой острый их глаз. И мужчины разных возрастов в состоянии несильного алкогольного опьянения. Девочка! Буфет здесь есть? Я не знаю. И они меня опознавали, они подходили ко мне, они мне рассказывали свои истории жизненные. В 1975 году Афоню посмотрели более 62 миллионов зрителей. И с удовольствием пересматривают и в наши дни, особенно в Ярославле, на улицах которого снимались многие сцены. В честь фильма здесь появилась достопримечательность – пивная Афоня. Рыбку нашу замечательную в облачку, тарань, синет, чихонь, щучка, окунь, лещ. Корюшки, ряпушки, пожалуйста. Вся рыбка у нас есть в ассортименте. Самая лучшая в городе Ярославле. Здесь атмосфера, здесь, конечно, приходишь, запах, запах. То, что Афонин, ну, это здесь люди. Здесь никогда нет пьяниц, здесь никогда никто вдрызг пьяный, никогда никто не ругается матом, я ни разу не слышал. Это уникальное вообще место. В эту пивную водят девушек на свидание и иностранных туристов. Сегодня посетителям заведение повезло. Сюда заглянул сам Афоня. Пожалуйста. Спасибо. В кое-то раз. Опа. Спасибо. Ну вот. Десять грамм, пол капли. Пол капли для запаха. Ну, одну каплю. Я же тебе скажу, ну, кому скажу, ну, нельзя. Ну, пол капли для запаха. Когда мужики пьют, и один не хочет, его всегда уломают. Ну, для запаха, ну, это нормально. Ничего в этом смешно не в этом. Смешно же там на другом, на самом деле. Когда он говорит, не-не, потом не-не, ну, десять грамм, не-не, ну, для запаха. А потом он, это Маруся. И отчаянно ворьёмся прямо в снежную зарю. Вот этот стык, он смешон, конечно, я согласен. Ты куда? Ноги вытру. Не надо. Что за с этим? Коля. Я могу сыграть любого пьяного. Любой градус опьянения. Запросто. Уж как нахлестались мы, да? Это видно, когда они вошли в квартиру Афоне. Сыграешь, только будучи трезвым. Только так. Это железные правила. Я не раз сыграл алкоголиков, но никогда не пробовал для того, чтобы якобы, так сказать, быть естественным в этом состоянии. Ни в коем случае. В поликлинику, что ли, сбегать не дам. Я завязал, я завязал. А несколько лет назад жители Ярославля собрали деньги на памятник Афоне и штукатуру Коли, который установили прямо около любимой пивной. И мы в то же время пригласили Леонида Вячеславовича на открытие этого памятника. Когда мы уже сделаем, его отольем в чугуне. Он категорически отказывался. Наверное, полгода мы уговаривали его. И вот в этом, наверное, весь Леонид Вячеславович Куравлев. Через полгода он приехал в город Ярославль. Мы пришли к этому памятнику. Он подошел, обошел его так немножко по кругу, да, отошел в сторону и сказал. Спасибо вам большое, ребят. Какой же хороший Жене здесь получился. Если бы тебе предложили планету с любой жизнью, ты бы с какой выбрал? Да, где пив бесплатно. А я бы с такой, как нашим. Только чтобы воин не было. Очагов напряженности. Но памятник самому себе Куравлева все же коробит. Поэтому посещает его он крайне неохотно. Вот и нам пришлось попотеть, чтобы уговорить актера на эту съемку. Противно. Правда? Конечно. Зачем? Я гораздо скромнее памятных знаков. А вот Леонов. Вот с кем было сниматься. В большую радость. Чему-то я учился у Леонова. Точно. Вот расшифровать это очень сложно. И не нужно. Потому что можно показаться даже смешным. Весь этот опыт уходит в подсознание. Афанасий, а у тебя макароны есть? Чего? Макароны. Нет. Я купил три пачки, высший сорт. Когда Александр Бородянский садился за свой сценарий, никак не предполагал, что станет автором комедии. Он и сегодня считает историю Афони совсем не оптимистичной. Но Данелия сразу предложил. Давай не будем горевать, а сделаем все то же самое, только веселей. В результате мелодрама превратилась в комедию. Мы сидели и стали переписывать сценарий, чтобы в этом сценарии появилась вот эта вот, как вам сказать, сказка. Чтобы он стал более сказочным, более легким. Когда Афоня вышел на экраны, зрители приняли фильм на ура. А киноведы раскритиковали Данелию за банальный хэппи-энд. Афанасий! Что это за финал? Разве Афоня заслуживает такого подарка? Никакая Катя к такому не поедет. Но если бы Данелия снял фильм по первоначальной версии сценария, он бы заканчивался настоящей драмой. Там в этом сценарии в голове у меня было, что Афоня от того, что он нехороший человек, соблазнил Катю. Ее звали, правда, там не Катя, а как-то. И она постарше была, чем Женя Симонова. Что она кончает жизнь самоубийством. Конечно, такая развязка была не в стилистике Данелии. Финал несколько раз переделывали и переснимали. Данелия не хотела оставлять своего Афоню у разбитого корыта и дал ему еще один шанс. Но Георгий Николаевич, он немножко ведь сказочник по своей натуре. Георгий Николаевич, он сказочник. Это он сам признается. Немножко, а это очень, а это великая вещь, быть сказочником. Он очень тонко это делает на экране, очень тонко. Георгий Николаевич гениально делает. И этот кусочек сказочный. Вот чтобы одарить этой сказкой, этим финалом сказочным, зрителя. Мне кто-то позвонил. Я подумала, что это вы. Владимир Полонский, барабанщик культовой в 70-е группы «Аракс», вспоминает, как попал на съемочную площадку Афони. Ну вот приехали. Немножко другое было, конечно, оформление у зала. Вот как раз здесь видим танцевальный зал. Вот, собственно, в нем и происходили эти съемки. Данелия попросил найти современных, продвинутых музыкантов. Так и сделали. «Машина времени» одновременно и второй ансамбль «Аракс». Два самых таких левых, подпольных, андеграундных. И мы ходили, их как бы уговаривали. Они не очень хотели сниматься, потому что они же звезды были. А тут эпизодик небольшой. Первый куплет, я точно помню. Это «Скоро я стану, я седым и старым, уйду на пенсию писать свои мемуары». Собственно говоря, что и произошло. Солнечный остров Помимо песни «Мемуары», в фильме звучала и песня «Солнечный остров» в исполнении группы «Машины времени». Но в те годы длинноволосые и лохматые музыканты выглядели чересчур альтернативно. Поэтому Андрея Макаревича вырезали. В кадре решили оставить только «Аракс». Меня, собственно говоря, что еще поразило, как это все профессионально работало. Я обычно привык видеть по телевидению, там какая-то суматоха съемочная, там стоп, кадр, там режиссер, не верю. А тут как «Мерседес» такой тихо все работает, все включается, все выключается, когда нужно. Суматохи и ругани действительно не было, вспоминает Леонид Вячеславович. Все, кто принимал участие в создании фильма, утверждают, съемки проходили так легко и весело, что никто не хотел уходить с площадки. Про переработку вообще никто не заикался. Работа была в удовольствии, и порой смешные детали рождались сами по себе. В этом, наверное, была еще одна составляющая успеха картины. Еще один прорыв для советского кинематографа середины 70-х – откровенно сексуальная девушка. Словно из картины Феллини. Танец Леонида Куравлева и Татьяны Распутиной, целый номер, всегда вызывает улыбки. Но, как оказалось, сексуальность героини во многом была заслугой костюмеров. У нее, кстати, нормальный бюст был, там манку подкладывали. Мой любитель, как речь недавно, девушку я встретил. И то, что видно там завязка, многие, кажется, что это смешно, лифчик завязан, но это случайно, потому что художник по костюмам заболела женщина, а надо было девать, а ее муж это сделал, завязал так, по-мужски. А все же думают, что это для смеха сделано. В отличие от «Аракса» и «Машины времени», об этом женском ансамбле никто ничего не слышал. Это сегодня пенсионерки звезды Ютуба. А в 74-м году они пели свои песни в кинотеатре, в перерыве между сеансами. Там их и увидел помощник Данелии. Они покорили всю группу. Данелий просто был влюблен в них. И он сразу все утвердил, вот они пели. А милый чо, да милый чо, я так это помню. Да, вот здесь они сидели, да. И Леонид подходил. В контрабас засовывал деньги. Держи, друг. Еще разок, мамаша. В качестве массовки в Афоне зачастую участвовали члены съемочной группы. Вот справа по кадру, к примеру, сидят соратники Данелия. Сценаристы Александр Бородянский и Резо Габриадзе. Меня не за что ругать. Мое дело молодое. Неохота погулять. Человек пьян. Влоскутый. И надо было сыграть, наверное, так, как было сыграно. Вот это вот. Там и танец-то получился все-таки непростым, мучительным. Знаете, как говорят в народе, что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Он выплеснулся. Душа его показалась такой страдальческой. Он страдает. Когда вот в нем алкоголь разбудил, вот в душе у него буря, буря. И вот он эту бурю выплеснулся, выплеснул наружу. Это есть недовольство самим собою, что приходит к человеку всякий раз. Что он из себя представляет? Я видела, как Данелия показывал. Я это видела. И вообще, когда сейчас смотришь, чем больше смотришь фильм, тем больше я вижу пластику Данелия. Данелий так показал. Вот это вот. А Ленька, он же актер. Он, господи, он как ребенок. Он тут же перенимает. Данелий показал, как это надо делать. А я насытил эмоциями, вот этими страстями, вот этой мукой. Эти уникальные кадры хроники были сняты жителям деревни Диево-Городище Ярославской области. В картине она называлась «Борщовка». Сюда в финале возвращался Афоня. В темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, в темном лесе, в темном... Ха-ха, конек-горбунек! Ха-ха-ха! Конек-горбунек! Ювеналий Лебедев, автор съемки, не отставал от съемочной группы ни на шаг. Ну, меня только просили не попадать в кадры, естественно. Это была, конечно, такая договоренность у нас. Я старался это делать, конечно. Здание – это почта. В то время сама почта находилась на втором этаже. Именно в этом здании, в этом помещении снимала сценка, когда Егаза и Афоня пришли, и Афоня просит связаться с Катей. А вы что, работать у нас будете? Ты знаешь, что это такое? Это же профессор в высотехнике. Распашулья! 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 Пашеньку! Пашеньку! Когда снимали сцену с проездом трактора, Савелий Краморов не справился с управлением и врезался в столб. Это, конечно же, не вошло в картину. Зато сохранилось в видеоархиве Ювеналия Валентиновича. Именно после аварии за баранку сел Куравлёв, чтобы больше не рисковать. Иван Иванович Иванов с удракой и к штанам! А Иванов Иван Иванович одевает станы на ночь! Желет, Кио! Это пруд, вот где снимала сцена. Встречи, где газы и афонии. Коняк, гербаняк! Коняк, гербаняк! Коняк, гербаняк! Сейчас и прудом не назовешь, потому что прошло 40 лет уже, и все заросло травой, видите, камышом. А раньше здесь плавали утки, уси. В общем-то, тут жизнь кишела. И, в общем-то, для того, чтобы тут их прикормить, их прикармливали, чтобы они плавали в нужном месте. Тут несколько буханок хлеба искрошили. Это, правда, для другой сценки. Тут сценка-то не вошла. Правда, фильм, вот из этой баньки, которая стоит, тут наш местный мальчишка, Серёжа Тюнин, прыгал совершенно голый, а тётя Фрося, которая играла, Раиса Куркина, актриса, его хлопало по голой попе. Нет. Нет у нас ещё всеобщей коммуникабельности. На первый взгляд Афоню смотрят, чтобы посмеяться. Но это не просто комедия. Более того, это и не комедия вовсе. Я не люблю, когда меня называют комедиографом, потому что у меня мало комедий снято. Комедия – это то, что должно вызывать смех. И она снята для того, чтобы люди смеялись. Не минулась, не марафон, бензаза. Какая же к чёрту комедия. Георгию Данелия удалось заложить в фильм глубокий смысл. Сегодня, после просмотра современных комедий, зритель повеселился, вышел из кинотеатра и напрочь забыл о том, что смотрел. С Афоней такое не проходит. Он заставляет задуматься. Месяц назад повторял Сафоня. И первый раз в жизни я поставила кресло перед телевизором и посмотрела с первой секунды до последней. Это драма. Это очень глубокий драматический фильм. Поэтому я и плакала. Потому что я вот на то время, когда я смотрела фильм, я стала Афоней. То есть я в кресле сидел не Нина Маслова, а сидел Афоня и смотрел фильм про себя. О том, что вот, как жизнь проходит, как мы не ценим того, что должны ценить. На самом деле Афоня – фильм вовсе не о пьянице и лентяе, который попадает в забавные ситуации. Это фильм об одиночестве, которое каждый из нас рано или поздно ощущает. О поступках, которые мы все так или иначе совершаем. Где-то отлыниваем, где-то говорим неправду. Пытаемся извлечь выгоду. От кого бежим? Ну, от себя. В глубине души мы все в чем-то Афоне. Это фильм о нас с вами. И в этом его главный секрет и главная сила. А я же очень меняю, я очень радуюсь. Это даже Афоня при меня. Я сам Афоня. А что? Чем я лучше его, если на то пошло? Ну, у меня тоже какие-то, я, наверное, совершал не очень такие выдающиеся поступки. Мне очень жалко, что я не мужчина. Потому что вот я Афоня абсолютный. Да, да. Афоню, как ни странно, и по сей день я этому удивляюсь, очень любят. Его очень любят. Мне часто говорят, простые люди, встречаясь на улице, а мы вас любим. Это моя гордость большая. Леонид Куравлёв любит каждую свою роль. Потому что среди них нет бессмысленных. Любая несет зрителю определенный посыл. Вот и фильм Афоня дает надежду не только герою фильма, но и всем нам. Кому-то это покажется сказкой, но это сделано осознанно. Потому что каждому хочется верить, что все лучшее только впереди. И что мы этого достойны. Как Афоня. Афоня, иди домой. Слышь, кому говорят? Любовь. Бежишь, с утра бежишь, никак не добежишь. Афоня, иди домой. Субтитры создавал DimaTorzok